Здравствуйте, уважаемые белгородцы! Сегодня мы хотим пригласить вас в новое телепутешествие. Посетим одну из старинных и интересных улиц Белгорода, которая называется Народный бульвар. Что же это за улица с говорящим названием, и почему именно она получила такое название? Где здесь найти музей под открытым небом? Все это вы узнаете из нашего сегодняшнего телепутешествия. Меня зовут Елена Гоплевская, и я приглашаю вас на прогулку по Народному бульвару. Народный бульвар образовался из трех старинных улиц. Из улицы Новоселовской, Кузнечной и Верхнемещанской. Пролегает он от вокзальной улицы и заканчивается в районе улицы Гостенской. Улица Народная получила такое название в 1957 году, а звание бульвара в 2004. Сама структура улицы очень интересная. И сегодня мы с вами познакомимся с этим музеем под открытым небом. Начнем мы нашу экскурсию здесь, на пересечении Народного бульвара и улицы Белгородского полка. Вы видите красивое здание из стекла и бетона. Это Белгородская государственная филармония. Она открывает вид на Народный бульвар. История филармонии началась в 1966 году, когда эстрадно-концертное бюро преобразовали в областную филармонию. Активно начала развиваться эстрадная концертная деятельность. В 70-80-х годах формируются новые коллективы. Здесь выступают популярные певцы и классики мировой музыки. Формируются новые коллективы и позже филармония получает свое первое здание. Это бывший ДК железнодорожников, в котором огромный зал на более чем 600 мест. Формируется новый образ филармонии. И в 2010 году создается то современное, оснащенное по последнему слову технике, здание, которое мы можем видеть сегодня. Это создает новый этап ее развития. Сегодня в филармонии есть большой концертный зал, малый зал, органный зал, который является ее украшением и конференц-зал. В ее состав входит оркестр народных инструментов, симфонический оркестр, камерный хор и многие другие коллективы, которые уже давно заслужили уважение и любовь белгородцев. И, наверное, каждый один раз хотя бы побывал здесь, а если нет, то это хотя бы раз стоит сделать. Что же такое музей под открытым небом? Дело в том, что каждый квартал народного бульвара до пересечения со следующей улицей является содержанием эпохи, символизирует тот или иной временной период. От белгородского полка до князя Трубецкого – период формирования Белгорода и его существования как города-крепости. От улицы князя Трубецкого до улицы Николая Чумичева – период существования Белгорода как губернского города. От Николая Чумичева до улицы Попова – начало XX века. И от улицы Попова до конца Народного бульвара – это конец XX века и современность. И мы с вами начнем узнавать историю с самого ее начала – от памятника царю Федору Иоанновичу. Не случайно этот памятник расположен в начале Народного бульвара, ведь именно Федор Иоаннович положил начало формирования Белгорода, тогда еще как города-крепости. Около 500 лет назад царь Федор Иоаннович приказал заложить города-крепости для защиты рубежей от кочевых племен. И одним из таких городов-крепостей как раз являлся Белгород. Благодаря царю были укреплены рубежи, а Белгород начал расти из маленького города-крепости. Время шло, город укреплялся, развивалась инфраструктура. Конечно, было непросто в то время. Город горел несколько раз, но отстраивался заново, поскольку люди очень хотели здесь жить, на этой благодатной земле. Периоды трех крепостей привели к тому, что в Белгороде сформировался Белгородский разряд. Было много воинов, постоянно находившихся в боевой готовности. Со временем сформировался Белгородский полк. Мы находимся сейчас как раз на пересечении улицы Белгородского полка, названной в честь этого формирования. И здесь следующая достопримечательность, которая неразрывно связана с городом-крепостью, с военной историей, это победы в войне с Полтавской битвой. Ведь Белгородский полк не только оборонял нашу землю и защищал свои рубежи, но и участвовал во всероссийских защитных операциях. Одна из таких была Полтавская битва, когда царь Петр I за доблесть и отвагу воинов белгородских, проявленную в битве со Швецией, подарил им красивый герб, который мы с вами привыкли видеть в основе белгородской геральдики. Это знаменитый герб, где орел, парящий над львом, орел – символ России, а лев – символ Швеции. И мы находимся у знака памяти 300-летия победы в Полтавской битве. Здесь изображен сам царь Петр I и полк, солдаты, которые удостоены такого высокого звания и красивого герба. Сам памятный знак 300-летия победы в Полтавской битве представляет собой бронзовый круглый медальон, укрепленный на 10-тонном большом гранитном камне. Медальон состоит из бронзы, его диаметр 76 см, вес около 200 кг. Эскиз для памятного знака был разработан скульптором Тарасом Костенко, и он украшает народный бульвар с 2009 года. Продолжая прогулку по народному бульвару, мы с вами переходим от одного периода к другому. И постепенно город-крепость развивался, рос, развивалась инфраструктура, торговля. Город становится губернским городом. Этому в свое время очень поспособствовала императрица Екатерина I. Она, создавая Белгородскую губернию, предусмотрела и мудрого правителя, первого белгородского губернатора, одного из потомков литовского князя Гедемина Юрия Трубецкого. После создания губернии Екатерина I направила его из Петербурга в Белгород для того, чтобы усовершенствовать, улучшить город и здесь наладить мирную жизнь. Он пробыл на этой должности совсем немного, всего три года. Но за это время зарекомендовал себя как мудрый правитель и оставил о себе светлое впечатление в истории города. Он установлен на постаменте из серого гранита и держит в своей правой руке цвиток, на котором изображен белгородский герб. А в левой руке у него шпага – символ мужества, власти и мудрого правления. На Народном бульваре находятся не только исторические, но и символические памятники. Таким символом является Ника, богиня Победы, которая на Народном бульваре находится с 1984 года. Ника в Древней Греции была символом победы в военных действиях. Здесь же, на Народном бульваре, она стала символом победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Ее автором стал скульптор Анатолий Шишков. Он изобразил Нику на шестиметровом постаменте, держащую в руках венок и повязку, свои главные атрибуты. Сегодня каждый житель может вспомнить об этом новом периоде уже XX века. И мы с вами продолжим наше путешествие уже в XX веке. Узнаем об истории, которая сохранилась на Народном бульваре, что же происходило в этот временной период. В 2013 году на Народном бульваре появился еще один памятник. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, политическому деятелю, который уже давно знаком белгородцам, поскольку находился раньше на Центральной Соборной площади. Тогда она была еще площадью революции. Много лет он простоял там, но в год 70-летия Курской битвы городу было присвоено звание «Город воинской славы». И на площади было принято решение установить стеллу города воинской славы, в связи с чем памятник Ленину был перенесен на Народный бульвар, где находится и сейчас. Настоящей жемчужиной архитектуры на Народном бульваре стало здание бывшей женской гимназии. Первая женская гимназия была построена в Белгороде в конце 19 века, а в 1904 году было выстроено красивое трехэтажное здание. Это здание после Октябрьской революции стало школой, а после – педагогическим техникумом. В военное время здесь был госпиталь и школьные классы были переоборудованы под больничные палаты. Во время бомбежки при освобождении Белгорода здание очень сильно пострадало. Однако в 1957 году его восстановили, и оно приняло вновь первых первоклассников, и сейчас это здание хорошо известно как «Лицей номер 9». Здание выстроено в неароманском стиле. Характерные этому стилю круглые арки, бочкообразные своды, монументальность и лаконичность. И сейчас оно также продолжает свое первоначальное значение – быть обучающим учреждением. И здесь сейчас учатся дети, как и раньше, сто лет назад. У здания «Лицея номер 9» находится красивая скульптурная композиция «Учительница первая моя». Автор, скульптор Тарас Костенко запечатлел фрагмент школьного урока, где мечтательно за партой сидит ученик, а рядом с ним стоит строгая учительница. Памятник был установлен в 2008 году на Народном бульваре и стал данью уважения людям этой нелегкой профессии. 5 августа 1957 года в Зеленом сквере был открыт памятник танкисту Андрею Ивановичу Попову. Автором стал скульптор, известный в области монументального искусства Алексей Тинета. Памятник танкисту Попову установлен на постаменте из серого полированного гранита. Лейтенант Попов погиб при освобождении города Белгорода в 1943 году. И в честь него был установлен памятник и названа улица, которая раньше называлась улицей Пионерской, а с тех пор стала носить улица танкиста Попова. И это название до сих пор сохранилось, и она является одной из центральных улиц Белгорода. Возле центрального рынка находится еще один памятник, который называется «Локомотивы-перестройки». Здесь мы можем видеть людей, которых знает каждый, кто жил в 90-х. Это перекупщики, люди, которые в народе назывались просто челноки. В свое время они совершили достаточно интересный прорыв в экономике, организовав свое дело для выживания, но тем не менее этим несли большой вклад в экономику нашей страны. Завершающим в нашей прогулке по Народному бульвару, уже в современной части от улицы Попова и до конца Народного бульвара, практически в центре рыночной площади, можно это место назвать так, находится интереснейший арт-объект. Это и памятник, и скульптурная композиция «Солнечные часы». Солнечные часы здесь установлены с 2008 года. И в погожий день, например, такой, как сегодня, можно определить время с точностью до 10 минут. Действительно, это так. Время показывают часы точно. Но интересной особенностью являются часы не только в солнечное время, но и в ночное. В ночное время, если вы будете проходить мимо, обязательно обратите внимание, на циферблате зажигаются звезды. Это не одиночные звезды, а целые созвездия. И темной ночью можно увидеть созвездия всей северной части полушария нашей Земли на небосводе солнечных часов, а также увидеть Млечный путь. Однако, это место не только является украшением города, но и является одним из любимых мест встреч горожан. Главной целью этого арт-объекта является все-таки придание особого облика нашему городу. И на этом наша сегодняшняя прогулка будет завершена. Спасибо за внимание. А мы приглашаем вас изучать город и дальше любоваться его красотами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok